Вот эта версия твоя о том, что из Берлина она была выслана как российская подданная, мне кажется, не очень правильное дело в том, что бабушка рассказывала, я вспомнила как раз сегодня, что вот немцы наступают, будет плохо, будут убивать и надо уходить. Вот это был ее рассказ. А как там на самом деле случилось, знать бы заранее, все расспросили бы, но теперь уже никто ничего не узнает. Ну, в России пришлось много работать, работа была самая разная, и так и осталась она на всю оставшуюся жизнь в России. Ну, кроме вот поездки 25-го года, когда случилась такая вот неудача, такой казус. Ну, еще что рассказать. Что бы еще такое рассказать. Расскажи про войну, какую в Москве вы переживали. В войну было очень сложно, потому что мы не поехали в эвакуацию. Дед и отец были на фронте, а мама работала на метрострое. И поэтому мы в Москве остались. Но выезжали очень часто на родину дедушки моего, мужа-бабушки, в подмосковную деревню. И получалось так, что мы как раз двигались навстречу немцам, поскольку они уже подходили в Каширик. Ну, и был такой эпизод один. Нас высадили где-то на станции Михнева, потому что впереди был разбит путь. И мы там пережидали, там ночевали. И очень много было народу, очень много детей, дети плакали, всем было очень страшно. Но потом путь починили, и мы поехали. И только отъехали от станции, так в станцию попала бомба. То есть все время была такая опасность, что мы вряд ли уцелеем. Мы в Москву бомбили, особенно в начале войны, а жили мы почти напротив, через трамвайные пути только, у института «Генцветмет». Это институт цветных металлов. Понятно, что это был режимный объект. И, видимо, фашисты знали об этом и бомбили этот «Генцветмет». А дом наш просто отстоял от него метров в ста, может быть. В бомбоубежище мы не ходили, потому что дети, я и соседний мальчик, Женька, очень протестовали против этого, очень кричали, сопротивлялись, не хотели одеваться. И сидели мы в парадном чаще всего. Ну, зажигалки носили соседи наши. Было годно, и часто я просыпалась с таким вопросом, бабуля, есть ли у тебя маленький кусочек черненького хлебушка. Она меня успокаивала, что есть всегда этот хлебушек находился. Спи, спи, внучка, говорила она. И она всегда была вокруг меня и вместе со мной, и во мне. Мы вместе ходили с ней в магазин, отоваривали хлебные карточки. Вместе топили печку. Ну, и жили чаще вдвоем, потому что мама целый день на работе, а дед, хотя он на фронте. Потом дед раненый вернулся. Очень тяжело. Он не вернулся даже. А мы узнали, что он лежит на пироговке. Москвичи знают, что это за пироговка такая. Это знаменитые клиники. И мы навещали деда. Естественно, меня не пускали туда, потому что маленькая оставляли на посту у медсестры. Но когда раненые узнавали, что там где-то около медсестры сидит маленькая девочка, просто начиналось паломничество. Тяжело раненые. Кто как мог, кто ползком, кто по стеночке, кто на костылях. Выходили посмотреть на девочку, потому что у каждого дома остался ребенок. И все старались сунуть мне фартучек, который на мне был одет, то конфетку, то кусочек хлебушка с медом. Потом деда хотели отправить дальше в тыл, поскольку немцы наступали. Бабушка умоляла врача не делать это. Он был ранен очень тяжело под Ржевом, где была жуткая мясорубка. И тогда бабушке дали такое задание, набрузку, взять к себе домой и выхаживать тоже тяжело раненого бойца. Она это сделала. Это оказался очень интересный человек, сибиряк, охотник. Очень интересный я рассказывала историю. С бабушкой подружился, и мы его выходили. Потом проводили его на Казанский вокзал. Посадили на поезд. Он обещал писать, но не было от него никаких вестей больше. Вот.